Добрый день, в эфире CBC информационная передача за Каспием в студии Эльна Ралиева. О самых актуальных новостях по ту сторону Каспием мы расскажем вам прямо сейчас. Обеспечение региональной безопасности, опыт азербайджанских военнослужащих будет одним из приоритетных во время масштабных военных учений, которые будут проведены в текущем году в Казахстане. В Кыргызстане открыты новые современные перинатальные цели. В Минздраве страны уверены, что благодаря этому медицинскому учреждению удастся значительно сократить уровень детской смертности. По данным ООН, в Кыргызстане ежегодно около 2000 младенцев не доживают до одного месяца. А теперь об этих и других новостях более подробно. В Азербайджане продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстанавливаемый город Физули. Еще 27 семей, а именно 115 жителей отправились на родные земли. Возвращающиеся в родные края физулинцы заселятся в новые дома. Распределение жилья осуществлялось посредством жеребьевки на основе действующих в настоящее время правил предоставления новых жилых помещений вынужденным переселенцам на принципах прозрачности и справедливости. На сегодняшний день в Физули обеспечено постоянное проживание почти 2000 человек. «Моей радости нет предела. Мы возвращаемся на земли, по которым тосковали столько лет. Я уехал из Физули, когда мне было 33 года, а сейчас мне уже 66 лет. Сегодня я наконец-то возвращаюсь к себе на родину с сыном». «Мы очень счастливы, что возвращаемся на родные земли. Склоняю голову перед матерями погибших, выражая особую благодарность нашим военнослужащим, ветеранам. Дай Бог, наши дети будут ходить в школу. Я начну работать, и мы навсегда останемся на своей родной земле». «Сегодня мы возвращаемся в Физули. Последний раз, когда я был в Физули, моя дочь училась в третьем классе. Я очень счастлив, что снова возвращаюсь на родные земли. Выражаю особую благодарность нашим военнослужащим, ветеранам. Да упокоит Господь души погибших. Они отдали жизнь за наши земли. Нашей радости нет предела». В Казахстане в этом году ожидаются масштабные военные учения стран Центральной Азии и Азербайджана. Совместные подготовки по обеспечению региональной безопасности особую роль отводят азербайджанским военнослужащим, участвующим практически во всех учениях за Каспием и на самом море. Чем важен военный опыт Азербайджана для стран Центральной Азии, расскажет Димаш Низан. «Боевая подготовка в Казахстане в этом году станет еще более масштабной. В военных учениях примут участие все государства Центральной Азии, за исключением нейтрального Туркменистана. Однако к воинским контингентам Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана примкнут военнослужащие Азербайджана, тем самым расширив географию участников учений. На последней консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии, на эту встречу был приглашен президент Азербайджана, то есть страны Центральной Азии готовы рассматривать свой регион в расширенном формате. Более того, связь с Азербайджаном, наша региональная, она не ситуативна, то есть не сейчас возникла». Министр обороны Казахстана, анонсируя предстоящие учения, заявил, что очень важно сохранение дружественных отношений между братскими народами и вооруженными силами в целях выполнения задачи по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе. «Я бы не сказал, что мы чего-то боимся, вот именно с точки зрения военного плана и с точки зрения какой-то внешней угрозы. Нет, речь идет о том, что просто отрабатывается взаимодействие вооруженных сил, взаимодействие тех стран, которые видят в этом необходимость». Каков сценарий предстоящих учений и где именно они будут проходить, пока неизвестно. Но можно предположить, что помимо традиционного ведения боевых действий с участием авиации, наземных вооруженных сил, бронетехники и артиллерии будут отрабатывать и более современные методы военных операций. А таким опытом обладают далеко не все страны мира. Азербайджанские вооруженные силы имеют сейчас опыт боевых действий, имеют опыт боевых действий вот в новом типе войны, с достаточно серьезным использованием беспилотных летательных аппаратов, с достаточно серьезным форматом решения боевых действий, которые происходили в зоне Нагорного Карабаха. Одно из последних совместных учений осенью прошлого года проводили военные моряки Казахстана и Азербайджана. Они выполняли боевые задачи по поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля, спасению и эвакуации экипажа. Димаш Низан, Сибиси, Казахстан. Сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном обсудим прямо сейчас с руководителем исследовательского центра АПЛС Аналитик с Фархадом Касеновым, он с нами на прямой связи. Господин Касенов, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день. Отношения двух дружественных тюркских стран в последние годы стремительно развиваются. Мы можем наблюдать это как в двустороннем, так и в многосторонном формате. Азербайджанно-казахстанские отношения, конечно же, не исключение. Это доказывает высокий уровень политических контактов, взаимодействия, в том числе экономических отношений. И на ваш взгляд, что же лежит в основе такого взаимопонимания между двумя странами? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что, конечно же, в основе всего лежат наши общие тюркские корни. В этом году, как вы знаете, Казахстан принял председательство в Организации Тюркских Государств. И сразу же была озвучена программа, рассчитанная на 10 лет развития этой организации, которая была озвучена, названа как Тюрк Тайм. Иначе говоря, это время тюрков. Ну и, соответственно, первым же приоритетом было обозначено это наша общая история, наша общая культура, наши языки, которые имеют общие тюркские корни. Это все, что нас сближает. И в этом отношении хотелось бы сказать, что, конечно же, можно сказать, что в двух регионах, на Южном Кавказе и в Центральной Азии, две самые такие близкие страны являются, конечно же, это Казахстан и Казахстан. Что еще можно отметить? То, что в основе всего это лежит, помимо исторических моментов, первым приоритетом было традиции, да? Помимо общей истории, нас еще сейчас связывает современность наша, наше настоящее, только что было сказано, это наше экономическое взаимодействие, наше военное взаимодействие. Вот мне понравился репортаж, который шел так что, там говорится о военном взаимодействии. И в этом отношении, конечно, Казахстан в данном случае выступает как страна-рецепиент, то есть страна, которая изучает опыт Азербайджана, потому что мы по протяжении 30 лет этой мирной жизни, у нас абсолютно армия, не имеет никакого опыта военных действий. И в этом отношении мы можем подчеркнуть самый современный опыт от армии Азербайджана. И, как бы сказать, это очень хорошо, что братская страна может нам это объяснить, может нам передавать свой опыт, и у нас проводятся совместные учения. Совместные учения проводятся, причем, не только между, например, нашими военнослужащими, но и между силовыми структурами, между подразделениями МЧС, то есть по всех направлениях. Это еще один момент, что нас связывает. Это военная, геополитическая необходимость. Ну и современности еще связана, конечно же, экономика. ВВП наших стран растет, ВВП в целом в наших регионах растет, ВВП ОТГ, если мы говорим о ОТГ, он составил больше 1,4 триллиона долларов, это достаточно значимый. ВВП товароборот у нас 22 миллиарда долларов, и, скажем так, сразу хочу сказать, что это не очень большой товароборот, который бы мог бы быть, скажем так. Поэтому в ближайшие годы намечено увеличение нашего товароборота до 30-35 миллиардов долларов. Это уже более солидно. Это то, что нас связано, это прежде всего экономика. Ну и третье, что нас связано, это, конечно же, будущее. Будущее – это то, что, как я специально линию провел, это единственное – это прошлое, настоящее будущее. Будущее – это то, каким образом мы будем в дальнейшем взаимодействовать. Прежде всего, конечно же, нам нужен мир в наших регионах, в мир в нашем большом мегарегионе – это Южный Кавказ, Центральная Азия. И хотелось бы, чтобы наши страны активно развивались, чтобы наши страны исключительно шли по пути прогресса. И это наше будущее, потому что сейчас современная ситуация, она позволяет нам, надеюсь, передать нашим следующим поколениям уже, так сказать, наработанные контакты и очень развитые экономики стран-регионных. Я думаю, вот именно в таком-то единстве нам надо и рассматривать наше сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном, и в целом между Азербайджаном и Центральными. Да, господин Касанов, к вопросам экономического взаимодействия я бы хотела вернуться немного позднее. Но вот сейчас хотелось бы затронуть вопрос, именно ту тему, которую вы немного ранее затронули, касательно, опять-таки, того, что пройдет в Казахстане военное учение между странами Центральной Азии, участие примет и военный контингент из Азербайджана. И вот хотелось бы узнать в условиях вот этой вот геополитической ситуации, которая сегодня складывается в мире, и все же, чем вызвана эта необходимость кооперации стран в военной сфере, в оборонном проме вообще в целом? Ну, вообще, на самом деле, можно сказать, что данная военная кооперация, данное военное сотрудничество, она носит все-таки догоняющие темпы, догоняющий характер, потому что изначально, с момента обретения независимости у наших стран, это 1991 года, восстановление наших независимостей, данное сотрудничество необходимо было развивать. Но тогда были, так сказать, свои условия, своя обстановка, и вот данное сотрудничество, оно несколько, скажем так, шло не так бурно, как хотелось бы. Да, военные учения проводились, они проводились еще и в предыдущую эпоху, но эти учения не носили до полуплотного характера, взаимообъемящего, всеобъемящего характера, который сейчас они постепенно прилетают. Казахстан, как мы знаем, он входит в УДКБ, Казахстан, ну, в отличие от Ижбаджана, который придерживается движения, не присоединения, и Казахстан также проводил военные учения, например, со странами Запада, с Российской Федерацией и тому подобное. Но, как показали события 22-го года, именно сотрудничество в военном векторе необходимо всемирно усиливать, ускорять, и вот здесь вы абсолютно верно сказали о военно-промышленной кооперации, потому что военно-промышленная кооперация это следующий шаг такого развития. Необходимо наладить совместное производство вооружения в наших территориях, будь то военно-морские силы в нашем Казахстане в общем, либо же производство беспилотных летательных аппаратов, беспилотных производств артиллерийских снарядов, любого другого вооружения, которое вам нужно. Потому что, опять же, как показали события 22-го года, в тот момент, когда необходимо, вдруг понадобится вооружение, даже, грубо говоря, те же снаряды и так далее, практически будет невозможно купить его где-либо в мире. Надежда есть только на собственные силы, на собственные производства и на соседние страны, на братские страны, которые могут в какой-то момент... Это актуально. Как и для Азербайджан, для Казахстана. Я не, скажем так, не сгущаю краски. Я хотел бы сказать, что, конечно, рассчитано на мирную жизнь в ближайшие годы, но всегда необходимо быть готовы к любой ситуации и необходимо обеспечить именно мирное развитие наших стран и гарантами стабильного развития, мирного развития наших регионов являются Южно-Кавказа, Азербайджан, Центральная Азия и Казахстан. Поэтому в этом отношении мы естественные партнеры, союзники, помимо всего, что было сказано. И поэтому, я думаю, что в ближайшие годы наше сотрудничество в военном и политическом отношении будет только нарастать. Да, действительно. И вот если в целом снова затронуть вопрос экономического взаимодействия, невозможно не отметить масштабные региональные проекты, такие как средний коридор, создание волокон оптической линии связи и другие. Какую роль играет развитие подобных маршрутов и коридоров в вопросе повышения значимости Баку и Астаны в глобальной логистике? И тем более, что ранее президент Казахстана заявлял о том, что грузоперевозки по данному маршруту, речь идет о среднем коридоре, планируется увеличить в пять раз. Да, абсолютно. Очень хорошо поставленный вопрос. Дело в том, что одним из приоритетов, опять же, организации ОТГ является унификация. О чем идет речь? Идет о том речь, что мы все, все наши страны фактически работают с разными стандартами. Будь то железная дорога, будь то какие-то таможенные, пошлины, возможность налогового обложения и прочее, прочее, прочее. Все эти разные стандарты приводят к тому, что возможность транзита через нашу территорию, она сильно снижается. Фактически, вот сделали идеальные замеры, и те замеры, которые составляют реальность, получается, что в реальности в 4 раза меньше скорость, чем могло бы быть. А из-за чего это происходит? Это не только техническое несоответствие, скажем, разная колея железного дорог, все качества из Китая, Казахстан, дальше Азербайджан, и уходящая Европа. Это не только препятствие в виде слабого паромного флота на Каспийском море, либо же там пока отсутствие прямого выхода из Азербайджана в сторону Турции. Но еще, прежде всего, конечно же, это различные бюрократические припомны, отсутствие договора и так далее. Поэтому важно проводить унификацию всех этих процессов. Если они будут унифицированы, то тогда мы, согласно расчетам экономистов, каждая страна получит плюс 1% к развитию МВП, ежегодно. То есть, если у нас, например, рост в Казахстане в прошлом году составил 4-5%, то благодаря той унификации можно получить еще 1%. Этот процент, скажем так, может быть, звучит, он не очень как много, но на самом деле это исчисляется миллиардами миллиардами долларов. Поэтому сейчас самая главная задача это унифицировать наши стандарты и таким образом улучшить наше экономическое взаимодействие. Причем улучшить экономическое взаимодействие не только между странами, между регионами Центральной Азии и Южного Кавказа, но и в целом с миром. То есть, если мы сможем унифицировать наши стандарты, скажем так, с европейскими стандартами того же самого Китая и тому подобное, то тогда мы получим от этого дополнительный еще профицит в виде новых процентов к нашему МВП. Это очень важно. Спасибо вам большое, господин Касенов. Подключились к нам и что ответили на наши вопросы. Была очень интересная беседа. Спасибо. Ну что ж, многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном обсудили вместе с руководителем исследовательского центра А плюс аналитик с Фархадом Касеновым. Продолжаем наш выпуск. В Анкаре состоялись заседания рабочей группы и общего собрания Международной ассоциации Транскаспийский международный транспортный маршрут. В рамках мероприятия утверждены планы и тарифы на текущий год, обсуждены дальнейшие шаги по активизации деятельности и перспективы расширения маршрутов. Так, за прошлый год по маршруту Транскаспийский международный транспортный маршрут переведено около 3 млн тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. Перспективный план на этот год составляет около 4 млн тонн. Средние коридоры связывают сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского Союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы. Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши. Средние коридоры способствуют увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении. Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней. И это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил новую стратегию для Узбекистана, охватывающую период до 2029 года. Согласно этой стратегии, банк сосредотачивается на трех ключевых направлениях. Поддержка декарбонизации, улучшение эффективности использования водных ресурсов и развитие чистой энергетики, развитие частного сектора, сфера трудовой занятости, повышение квалификации, инклюзивность и переход к цифровым технологиям. Улучшение экономического управления, делового климата и расширение возможностей подключения к инфраструктуре. В контексте первого направления ЕБРР будет работать с властями Узбекистана над декарбонизацией национальной экономики, увеличением доли возобновляемых источников энергии, а также снижением выбросов метана. Банк также поддерживает канализацию и модернизацию энергетических сетей, а также модернизацию систем водоснабжения. В рамках второго направления ЕБРР сосредоточится на развитии частного сектора, предоставляя финансирование кредитной линии и рисковое обеспечение через местные банки-партнеры. Особое внимание будет уделено повышению энергоэффективности предприятий, основанных на участии женщин и молодежи. Также будет продолжено предоставление услуг бизнес-консультантов ЕБРР для малых предприятий. В рамках же третьего направления банк будет поддерживать улучшение управления государственными предприятиями и банками, содействовать приватизации и развивать государственно-частные партнерства. Узбекистан остается ведущим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии. На текущий момент банк инвестировал более 4 миллиардов евро в 147 проектов по всей стране. С основным акцентом на поддержку частного предпринимательства. На площадке торговой инвестиционной палаты Афганистана прошла встреча бизнес-сообществ Кыргызстана и Афганистана. Согласно информации, распространенной Министерством экономики Кыргызстана в ходе этого мероприятия, особое внимание уделялось экономическим вопросам и потенциалу взаимодействия бизнес-среды обеих стран. Исполняющий обязанности от главы торгово-промышленной палаты Афганистана Мухаммад Юсиф Мумант подчеркнул важность установления тесных связей между предпринимательскими сообществами обеих стран. Он выразил готовность поддерживать создание моста для бизнеса и становиться посредником в обмене опытом информации между предпринимателями из обеих сторон. На встрече представители бизнес-сообщества обменивались информацией о перспективах сотрудничества в различных секторах, таких как сельское хозяйство, промышленные товары, текстильная швейная продукция и другие отрасли. Представители бизнес-сообщества Афганистана выразили интерес к импорту из Кыргызстана различных товаров. Это мероприятие рассматривается как начало развития деловых отношений между двумя странами. И представители бизнес-сообщества выразили готовность к дальнейшему обмену опытом и инициативами для поддержки взаимного экономического развития. В Кыргызстане открыли новый современный перинатальный центр. Он представляет собой высокотехнологичное учреждение, предоставляющее медицинскую помощь беременным и новорожденным с патологией. В Минздраве страны уверены, что благодаря этому центру удастся сократить уровень детской смертности. По данным ООН в Кыргызстане, ежегодно около двух тысяч младенцев не доживают до одного месяца. Сложные операции с самым маленьким пациентом, даже тем, которые родились только что, теперь кыргызстанские врачи смогут проводить самостоятельно. Раньше таких малышей направляли к хирургам соседних стран, чаще всего в Казахстан, в Алматы. В Кыргызстане же не было условий для проведения подобных операций. Сегодня мы открываем современный перинатальный центр. Его площадь 4000 квадратных метров. Здесь будут принимать роды у женщин, чья беременность проходит с осложнениями, выхаживать недоношенных младенцев и лечить детей с врожденной каталогией. Медицинских учреждений такого класса в стране больше нет. Здесь три операционные палаты для родов с осложнениями, инкубаторы для выхаживания новорожденных. Все оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием. Здесь ретинальная камера, здесь происходит исследование глазного дна специальным прибором. Вот это лазер, который потом осуществляет коррекцию, если это необходимо, то тех сосудов в глазном дне, которые могут быть поражены. А ретинальная камера с помощью специального офтальмоскопа осуществляет также оценку состояния глазного дня у недоношенных детей. Такого оборудования на самом деле у нас практически в стране нет. Это позволит значительно снизить осложнения по поражению зрения у особенного недоношенных детей. А это реанимационные залы нового центра. Благодаря современному оборудованию здесь будут спасать жизни матерей и младенцев. Особо важны для Кыргызстана кувейзы, для выхаживания недоношенных малышей. Ежегодно в стране раньше срока рождается 10-12 тысяч детей. Учитывая, что главное богатство нашей страны – это люди, наша главная обязанность заботиться о здоровье каждого новорожденного ребенка и каждой беременной мачери. Первых пациентов центр примет уже в феврале. Его главная задача – сохранить хрупкую жизнь новорожденного и матери. По данным ООН, в Кыргызстане за последние 15 лет смертность среди новорожденных снизилась на 40%. Однако в стране каждый год около двух тысяч младенцев не доживают до одного месяца. Потому власти намерены построить еще два таких центра на юге республики. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу-Умурбек. Специально для Сибиси из Кыргызстана. На этом наш выпуск подошел к концу. Вы смотрели информационную передачу «За Каспием». С вами была Эльна Ралиева. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова